здравствуйте уважаемые слушатели сегодня 22 сентября восемнадцатого года суббота и мы как обычно продолжаем наши экскурсии в область нашего собственного мозга который не дает нам жить и заставляет слушать радио ли не дай бог смотреть телевизор значит о чем идет сегодня речь мы сегодня продолжаем большую тему связанную непосредственно с метаболизмом глюкозы в мозге то есть основным источники энергии которые благодаря которому мы собственно говоря с вами и думаем напомню что запасов и у нас мало там всего-навсего метаболизма на 6 минут если подключить глиальные клетки всего 100 минут при этом в мозге собственно говоря самой глюкозы не так много она хранится в основном в окружающих гляльных клеток которые нужны для кормления нейронов но по этой причине как вы понимаете любителям стволовых клеток большой горячий привет потому что даже пересадив нейронные нейроны откуда они возьмут питание то есть глиют пересадить и заставить дифференцироваться они не могут поэтому все эти сказки о протезировании мозгов с помощью пересадки клеток поэтому так тихо отдали богу душу вместе с громкими заявлениями своих апологетов к сожалению механизм такой что нейроны сами по себе не могут хранить не гликогена как известно не большого запаса глюкоз даже в глиальных клетках которых окружают его немного то есть для чего это все сделано сделано потому что нейроны это метаболическая машинка которая синтезирует непрерывно медиаторы фрагмент своих мембран чтобы создавать и разрушать синапсы и так далее то есть а обслуга это как раз та самая обслуга которая обеспечивает собственно говоря работу нейронов это глиальные клетки которые трудно пересаживать они осуществляют связь между капиллярной сетью головного мозга которым посвятили только времени столько времени нейронами и собственно в них все ограничения связанные с метаболизмом ну то есть проводя аналогию можно вспомнить там стахановские успехи которые там под землей рубал пневматическим молоком молотком уголек и значит подавал наверх то есть вот я встречался с людьми которые собственно говоря в теме то есть которые обеспечивали это дело делать в том что так рубать уголек мог любой в те времена но проблема в том что главное это обеспечение отвоза то есть доставки расходников которые там нужны обеспечение энергии и быстрая прокладка сзади вот этих вот всех коммуникаций которые позволяли отвозить гигантские отвалы угля то есть обеспечиваешь систему значит обеспечиваешь героя труда автоматически таких фокусов было много то есть главное в данном случае это вот этот самый метаболизм а сам-то нейрон он только этим пользуется но та же самая история была свое время когда монгола татарская ига так называемая конечно не совсем правильно то есть когда монголы двинулись европу ничего по ней не сделали никуда по ней дошли при их совершеннейшей дикости в те времена им помогли китайские генералы которые сделали логистику то есть опять как и в нейронах обеспечение подвоза пищи обеспечивая устойчивых коммуникаций отвода награбленного и так далее так далее вот это добрые значит соседи для того чтобы они не напали на южные богатые провинции они значит обеспечивали вот эту логистику в результате чек значит средними способностями дошел до европы то есть что о чем я говорю привожу такие примеры для того чтобы было понятно что нейроны без вот этого своего окружения сложнейшая система кровоснабжения который обеспечивает подвод энергии глии по отдельности существовать не могут и поэтому все эти романтические сказки про протезирование мозга и выращивание мозгу и ков они годятся только людей мало грамотных но и для получения грантов поскольку как бы наукообразие в данном случае соблюдено значит что же происходит с глюкозой когда она попадает в головной мозг ну с ней происходит два процесса сначала из нее надо извлечь энергии мы чуть-чуть об этом говорили и происходит очень просто примерно 10 процентов всей глюкозы организма несмотря на то что мозг еще раз подчеркну это всего одна пятидесятая масса тела но у некоторых особенно увлекающихся фастфудом то может быть 1 сотая все зависит от на как раскормиться она собственно говорит мозг потреблять 10 процентов глюкозы это очень много именно поэтому мы с вами говорили у нас на кончике языка самый главный рецептор рецептор сахара так вот попав мозг тут же начинается аэробный гликолиз образуется лактат и в эмбриональном развитии мозга до 30 процентов этого лак от вообще в дифференцирующихся астроцитах и очень немного в нейронах но и дальше он вступает длительный цикл который мы с вами говорили о котором из-за чего расщепление этой глюкозы завершается у водой и co2 то есть углекислым газом а также запасанием большого количества а т.ф. однозентрефорстной кислоты то бишь и запасание энергии в виде химических связей по мере необходимости связи отрываются и энергии используются клетками значит что интересно значит что потребление этого самого сахара как выяснилось недавно относительно поскольку таких работ очень сложно технически проводить значит расходуется нервномерно больше всего его так называемый дорсальной префронтальной коре то есть это что такое это моторные тонкие моторные координации они требуют огромного количества энергии поскольку надо управлять кинематикой движений значит кроме этого верхней и латеральный лоб на извильных еще сложнее там речевые зоны и самое главное огромные зоны располагающиеся так называемой письменной речи то есть даже когда вы тыкаете пальцем в компьютер письменной речи есть просто вы букочки не выводите но подключаются эти поля то есть опять огромные расходы но и в затылочной коре это понятно потому что собственно говоря это зрение мы зрительные существа поэтому кора в этих местах зарай заведомо имеет больше метаболизм по глюкозе чем положено то есть чем в среднем по мозгу но в результате когда вам вводят радиоизотоп значит глюкоза и смотрит куда она распределилась в этих местах она будет обязательно если вы непривзято посмотрите работы по изучению мозга с помощью таких методов модных то вы быстро выясните что они все время находят все центры именно там над почему потому что там все время глюкоза связывается больше то есть для того чтобы этого избежать надо это знать и учитывать вычитать к сожалению того как правило не делается потому что вот эти сведения о неравномерности количественно подтвержденные сделаны это были получены достоверно в четырнадцатом году поэтому то что было до этого но вообще особого смысла то и не имеет то есть это иллюзии которые выдавали за достоверные проверяемые практические данные но напомню что на каждую молекулу каждая молекула т.ф. она на самом деле должна молекуле глюкозы но при этом соотношении 1 примерно к 35 36 то есть из одной молекулы сахара 36 молекул а т.ф. то есть это очень выгодная энергетические да который напомню про формирует а т.ф. не только головном мозге но и во всей мускулатуре мускулатура также питается точно им тоже нужно запасать а т.ф. чтобы шевелили ручками ножка надо накапливать поэтому сахар идет на мозг и на мускулатуру в первую очередь а куда же он девается потом но вот в первую очередь он девается на очень важную и нужную цель для поддержания ионного баланса то есть заряда мембраны нейрона тривиальной задачи но поскольку нужно одни молекулы одни иона вытаскивать из ну из внутренней части нейроны стоплазма другие то закачивать что был заряд все время мембран на это троится огромное количество энергии от надо поддерживать то есть это что понимаете у вас худой бассейн с многими дырками там возникшими от времени вы до закачиваете воду все время выливается откуда-то финн от подкачивать то есть вам все время на тратить энергию то есть бегать ведром например для того чтобы бассейн не высох то есть вот на это огромное кроме этого на сигналы сами сигналов генерации сигналов рассеивают энергию в диких количествах кроме этого некоторые нейроны образуют формируют потенциал действия то есть перезарядка мембраны мощнейший импульс и он побежал по отростку нейрона и значит соответственно достиг цели органа мишени на это нужно на синтез как и говорил фрагментов мембранов ну и кроме того на постсинаптические потенциалы в некоторых структурах мозга на них расходуется до 80 процентов ну например в гиппокампе то есть дело в том что таким образом глюкоза является ключевым а раз она является ключи ключевым компонентом то естественно возникает вопрос а куда она потом девается ну часть углекислый газ и вода значит и кроме этого кое-что падает в интерстиции из него она выводится через парвалентный дренаж то есть есть такая система над который выполняет функции аналогичной лимфатической системе во всем организм на западе регулярно вдруг задумываются о том что а как же с лимфатической системы на очередной новообращенный в исследовании мозга тут же пытается найти лимфатическую систему внутри мозга ну и обычно по простоте душевный выдает за нее желудочковую систему что было в недавнишних работ надо сказать что в этом году региональные различия в метаболизме глюкозы что тоже очень важно было сделано несколько работ на эту тему и было показано что например по некоторым метаболитом промежуточным но например гексоза бифосфата промежуточное соединение метаболизм выше например в таламусе они в коре то есть мало того что существует различие по активности метаболизма самого сахара еще и существуют различия по активности промежуточных метаболизмов дело сложное но тем не менее очень важные поскольку наличие таких различий говорит а скажем так малоценности попыток использовать дизоксиглюкозу для оценки функциональной активности мозга но логика понятно довольно хорошие давайте засунем в мозг например человеку или животному короткоживущий изотоп глюкозы и посмотрим где он связывается но там значит активность и есть то есть нейроны в этом месте больше едят значит они эту функцию выполняют ну и началось там в двигательных отделах находят центра пищеварения в затылочных областях где первичные зрительные поля находят центры ассоативные в гиппокампе в несчастном там которому приписывают все функции на свете которых в помине там нет значит тоже находят и центры нобелевскую прим сайт далее и центры значит запоминание просто пространственных различных картин то есть пространство ориентировки в пространстве много много чего другого ну понятно что раз у нас неравномерность в норме существует потребление да если еще наложить на это то что у нас существует индивидуальная изменчивость полей и подкорковых структур головного мозга о чем я бесконечно говорю и писал в книжке изменчивость и гениальность то получится полное безобразие а именно учитывая 3-4 кратное различие по полям у нас в норме у нас получается что функционально соответствующие области меняют потребление сахара ну и чего там увидите без учета индивидуальной изменчивость с помощью этих новомодных метод для ничего поэтому как был создан они для изучения опухоли так для этого и надо применять а пытаться перенести в психологию или не дай бог там в исследовании ментальных процессов это вообще полный анекдот без учета индивидуальной изменчивости особенностей метаболизма глюкозы разных структурах мозга но тем не менее глюкозу довольно серьезно к ней относились и давным давно долгое время считали что примерно 300 лет что сахар все-таки связан с мозгом хотя эндокринологи 60-е годы отказались эти идеи но 300 лет назад томас виллис считал что диабет это в общем-то связаны с мозгом ну потому что мозговое осложнение но и так долгое время это не поддерживалось хотя идея витала воздухе только в 1897 году такой известный психиатр генри моцли предположил что диабет это и есть основа безумия но так неожиданно то есть поскольку нарушение сахара в его практике очень часто были связаны либо обмен сахара с неврологическими осложнениями значит решил что это так оно и есть другой психиатр значит более того даже проклассифицировав благо что психиатрия и психология позволяют оперировать словами они делами что на это ульям менингер известный тоже достаточно психиатр свое время он даже вел диабетическую личность вот так но действительно там современная диабетология рассматривает такие варианты отклонений до действительно сказывается в том числе и различные различные нейропатии которые связаны с диабетом но ты дело в том что если посмотреть на депрессивное состояние у людей современная статистика в том числе и западная она показывает что в 60 процентах случаев второй тип диабета связан действительно с депрессией и поэтому антидепрессанты когда начинают принимать зачастую это и усиливает в том числе и диабетическое состояние с помощью сахара инсулина то есть обоих компонентов которые и позволяет стимулировать связывание сахара и второго компонента который собственно стимулирует активность головного мозга пытались лечить неврологические заболевания и медицинское такое направление психиатрическое лечение она очень большое было всегда но например приведу пример так называемая инсулиновая комотерапия вот представьте себе до чего додумались наши бодренькие врачи для того чтобы лечить психических больных ну как ну сахар раз нужен мозгу когда догадались это он так давайте немедленно и попробуем полечить ну и что делали они брали и вводили в кому с помощью инсулина больных с расстройством психики это называлось краз инсулиновая комотерапия и продолжался на неделе и месяце при больших дозах инсулина но иногда этого часа хватало но потом добавляли глюкозу и значит вроде как психическому больному начинало ли легчать к сожалению это не оправдал надежда хотя применялась в довоенное время масса вообще введена вся эта история в 1933 году австроамериканским психиатром таким манфред сакелем который собственно говоря практиковал этот метод очень широко в сороковых пятидесятых годах для смешки смягчение при симптомов шизофрении но от эффект был конечно не у всех но в конце концов это сопровождал всякими побочными явлениями неприятными то есть мало того что шизофрении ты не проходила да еще все время значит проблемы с сахаром возникали там потливость ожирение ну и частенько больные умирали от такой терапии замечательной но и в конце концов всех осенило что это не совсем верно и вот эти садистские методы инсулиновая комотерапии были в 70-е годы запрещены в сша вот собственно говоря примерно такие попытки регуляции сахарного обмена для лечения неврологических заболеваний широко использовались что же нам дает кроме того что у нас с вами конечно существуют известные проблемы что же дает это все дает не очень много на самом деле если брать людей то прижизненная оценка вот этого сама обмена сахаров не так уж и достоверно почему потому что одно дело какие-то опухлевые события новообразование разной природы или какие-то отклонения метаболические глобальные это действительно нужно и полезно и в этом случае так позистрон излучающие изотопы то есть для пристроен эмиссионной томографии они конечно хороши используется там меченые втором 18 дизоксиглюкоза кислород и плюс кислород в воде 15 то есть это все позволяет как-то более-менее оценить потребление опухоли просто обычного мозга они очень активны они много едят и поэтому действительно это очень полезный очень точный метод который может рекомендовать особенно в онкологической ситуации всем и всегда а вот для оценки интеллекта или там особенность строения мозга он практически бессмыслен по выше изложенным причинам кроме этого используется сейчас спектроскопия магнитного резонанса так называем у нас она не очень распространена но есть это углерод 13 водород значит стабильный изотопы и обменный потопки значит можно это все более-менее нормально оценивать значит пока ничего не получается даже с одноклеточными анализами под микроскопом даже существует уже так называемая транскриптомик то 2014 года введена в практику значит оценка метаболизма в отдельных клетках но толку от этого пока немного это научное исследование на уровне животных но я надеюсь когда нибудь мы придем к прогрессу в этой области а вот относительно обе различия обмена человека и животных нужно парочку слов сказать дело в том что потребление энергии у разных видов головным мозгом животных различно и в этом спрятана очень большая хитрость переноса различных данных полученных на крысах мышах даже обезьянах на человека в чем оказывается что от всего тела примерно потребление если энергии то есть имеется ввиду первую очередь глюкозы у грызунов это 0 3 1,2 микромоля в минуту это у грызунов это примерно 2 процента обращаю ваше внимание то есть имеется ввиду на единицу объема нервной ткани что делает эту нервную ткань несопоставимой с нашим по реакции на те иные даже препараты именно поэтому они чаще всего не работают даже если получается более-менее приличный результат немножко побольше там не 2 процента 9 12 процентов то есть 30 60 микромолей в минуту приматов а у человека обращаю ваше внимание 400 450 микромолей в минуту это что значит при этом не а кортекс у человека в мозге потребляет 40 процентов все энергии мозга а это значит что проведя смелый эксперимент на крысе который тут же пытаются перенести в практическую медицину существует некоторые мягко говоря сомнение потому что практически в 400 раз метаболизм того же самого сахара в мозге у человека больше не из-за того что мозг больше а пересчитанный на единицу объема то есть метаболизм разный именно поэтому существуют очень большие препятствия в отношении того что происходит в головах и особенно в мозгах если мы даже говорим о такой простой вещи на испытании лекарств то есть очень много проблем и даже содержание сахара если в неокортексе определить ну просто сколько на объеме там получается то получается у грызунов там 0 8 примерно микрограмм на грамму грызунов у бабу и на поменьше у человека еще мог меньше это что значит это значит что нейроны очень зависит у нас от метаболизма то есть скажем так если морить одновременно и человека и крысу при всех прочих равных условиях окажется что у него мозг намного более устойчив чем у человека примерно получается там в два с половиной раз поэтому те данные которые получают на грызунах они надо с очень большой осторожностью переносить более того нейронов то если пересчитать на объем у человека немного меньше то есть немного намного меньше на самом деле чем у грызунов в результате расход энергии на единицу объема меньше то есть если бы нейроны были бы такие же маленькие плотно расположены как у розунов то у нас бы организм не выдержал потому что такого обмен не выдержать галиальные клетки не могут то есть вот отсюда проблемы но это знаменитая история о том как в советские времена когда все увлеклись вырубанием виноградников и уничтожили наш золотой фонд виноделия но с целью оздоровить наше население во времена горбачёва значит к естественно на деньги в на науке в науке давались исключительно на борьбу с алкоголизм то есть если ты заявлял тему например о том что больше изучать неврологические последствия хронического алкоголизма деньги тебе давали сразу а если нет занимался какой-то мерзкой фундаментальной наукой ты не получал ни рубля куда делись эти исследователи вы понимаете они все оказались на самом верху поскольку социально значимые исследования вели а на самом деле из-за вот этих различий о которых я вам говорил пропойная разница между человеком и крысой равна пятикратная то есть крысы более устойчивы к алкоголю чем человек в пять раз но в результате как вы понимаете рекомендации больших ученых во времена горбачёва на эту тему являются таким живым практическим анекдотом а сейчас мы прерываемся на новость мы продолжаем нашу передачу и я напомню значит различные системы связи sms 7 925 88 88 94 8 telegram говорит мск бот латинскими буквочками прямой эфир 495 73 73 94 8 ну а твиттер говорит мск значит здесь пришли разные вопросы причем такие довольно хорошие приятные ну например почему люди с годами становятся сентиментальными глубоко до слез переживают и незначительные события на которые раньше не обращали внимание себя жалко жизнь прошла мимо нереализовано понятно что впереди тебя ждет не самое лучшее хотя это неизбежно но и когда что-то происходит такое ну начинают жалеть себя в основном плачет как вы знаете не по родственникам а по себе любимых потому что чувствует что событие неотвратимо существует ли нлп нейролингистическая программируя это выборка из психологических приемов наиболее действенных атак в основном от словоблудия если гематоэнцефалические у животных но не далеко не у всех там другой механизм но по сути дела есть у всех у позвоночных у всех в той или иной форме начнете вопрос такой про курение профессор является ли регулярное курение ферментированного табака в зрелом пожилом возрасте профилактика возникновения опухоли в головном мозге нет не является и так отлично возникнут и при наличии ферментированного табака но если вы слишком много курить чтобы можно получить еще проблемы с ротовой полостью или с легкими поэтому надо конечно ферментированный табак лучше чем не ферментирует вопрос дозы потому что как вы слышали предыдущем часе разговора о том как коварные китайцы жарят шашлыки молде это очень вредит и прям руд как мухи хорошо было помощью проверить как с экологии где они это делают ну как всегда такие исследования являются заказными никого смысла особенно не имеют стояние около костра столь же вредно как и курение чрезмерно все должно в дозах быть потому что у костра иногда поставить можно это довольно безвредно ну и соответственно значит использовать какие-то сигареты или трубку но только вопрос дозы много все плохо так что ребята не злоупотребляйте получайте удовольствие курить надо или добиться для того чтобы некого физиологического состояния или получить удовольствие все остальное вот когда это превращается в привычку это порог поэтому надо ориентироваться на результат хотите побыстрее умереть курить побольше хотите значит пожить подольше и подумать значит используйте это как инструмент то есть нас окружают инструменты к сожалению легкие у городских жителей на вскрытие представляют собой такие серенькие тряпочки мало отличающиеся от курильщика с небольшим стажем или редко курящего человека поэтому выбирайте что вам больше нравится давайте примем один звоночек да я вас слушаю вы можете задать свой вопрос алла здравствуй скажите пожалуйста про танец с точки зрения как долга что об этом думать про что про что извините про танец про танец да да с точки зрения биологии чтобы об этом думать вообще и же танцы и без женщин да 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 нет но самые разные танцы есть хорошо два слова об этом скажу если говорить про биологию и кинематику движений до танца хорошо особенно даже пожилые люди и во многих стран где практикуют например бальные танцы если человек не занимается физическим трудом а только сидит и смотрит там телевизор а потом ходит на уимблдон то ему полезно вечерами пойти на танцпол и потанцевать особенно после 50 когда уже энергии нет сохраняет это двигатель на моторную координацию до профессиональные танцы такого возрасте невозможно поэтому как физкультура оздоровительные также полезно сохранять собственный мозг то есть так двигатель на моторный центр приливает кровь и это полезное хорошее дело если других нету вариантов то тоже годится кому-то нравится под музыку то сказать у кого-то есть чувство ритма чувства музыкальные это очень индивидуально но ничего вредного нет но как всегда танцевать сутками не очень полезно как вы понимаете обычные физиологические такие танцы почему нет хорошо но просто как всегда все хитрости сидят в количестве если будет много слишком количество это будет за счет какой-то другой области мозга у нас есть несколько интересный сегодня сюжет государство и наука вот у нас будет такой странный заход при этом речь идет о новостях научных я не буду там пересказывать какие-нибудь веселые постановления которые окончательно закапывают нашу науку а я о чем-нибудь о другом так вот новость есть такая пришедшая из австралийского национального университета что найдено самое древнее животное 558 миллионов лет дикенсони которая значит идя каранской биоты значит огромное существо следы у него жира найдено где там метр сорок примерно такая здоровая тварь с таким возрастом 558 миллионов лет древнейшие животные суть по всему действительно растение животное по всем признакам а вот дальше начинается то что позволяет отнести эту работу в раздел науки и государства в чем дело работ прекрасно опубликовано в этом году в журнале science номер 361 а автор этой работы илья бобровский который как вы понимаете оказался в австралийском национальном университете но даже не в этом вся прелесть а то что это существо прекрасное описано во первых в этом самом австралийском университете она едина среди скал белого моря куда илья прилетел на вертолете то есть австралийский университет может позволить себе организовать наш вертолет на наши скалы в нашем белом море и найти этого самого зверя и бедного дикенсони описать ее вот интересно когда у нас в науке это будет когда у нас путь вертолета используется не для того чтобы браконьерничать большим начальником а потом разбиваться с позором день быть в горах а для научных исследований так вот австралийский университет кажется это может сделать и описать и исследовать нашего родного зверька который к тому же является рекордсменом по древности вот интересно не стыдно это вот слушать то есть тут действительно возникает вопрос государства ребята может быть вы начнете как ничуть финансировать в этой науке чтоб не австралийский университет нанимал наши вертолеты для поиска наших материалов а наш ученый в австралии их описывал вот до этого позора интересно как мы докатились начнешь еще кое-что интересненькое но здесь уже новости науки так называемые найдены нейроны шиповника в первом слое коры мозга человека тоже с ли свеженькой статья на еще неврологи до 18 год значит в чем дело нашли маленькие такие малюсенькие нейрончики в первом верхнем таком светлым прозрачным слой коры человека который самое главное это меня очень занимает обладают тормозными функциями такие маленькие плотненькие нейрончики с огромным количеством отростков через акциональные бутоны они тормозят окружающие клетки это очень интересно потому что мобилизация это понятно а вот тормозные механизмы которые позволяют до подумать ну да считать до 10 первых чем начать совершать очередную глупость они бесценны и поскольку найден как бы новый тип нервных клеток это конечно проверить что там найдено не перепутали лечение добрый буржуи очередной раз открытые лет сто назад рамоном кахалом вот но тем не менее признаки все того что действительно новые нейроны есть и это большое достижение тем более что это и у мышей таких нейронов не найдено но и сопоставляй после этого когнитивные способности мышей с человеческими если не даже тормозных клеток в первом слое специфических не существует но есть еще одна новость когда с моей точки зрения катастрофическая абсолютно потому что она может привести к чудовищным последствиям поскольку одобрена food and drug administration есть такая организация в сша это типа фбр только в области медицинских препаратов еды и всего остального они 10 августа 2018 года одобрили первый препарат запрещающий действие генов то есть те которые блокируют работу генов уже на уровне синтеза биологических молекул то есть когда у нас образуются вот эти аминокислотные последствия сворачиваются и в примеру при синтезе белка то есть вот отключение гена происходит значит они ну конечно все сделано с благороднейшими намерениями значит наследственная милоидоз которым болеет во всем мире аж целых 50 тысяч человек был выбран для этого но это понятно потому что большинстве случаев такие фокусы не работают на серьезных заболеваниях но в данном случае хороший амилоидоз там их тьма вариантов но один из форм вот он поможет вроде как это кому-нибудь кому смогут значит ввести этот блокатор вроде как ввели и вроде как симптомы в печени уменьшились то есть небольшое снижение симптомов но ужас состоит не в этом дело в том что так называемое использование от этой интерференцию интерференцию рнк который было открыто 20 лет назад на круглых червях можно очень сильно вмешиваться в синтетические процессы то есть речь идет естественно о новом оружии и о том что сейчас будет интенсивно разрабатываться принципиально иной подход к лечению заболеваний который начнется как вы понимаете как и в стволовых клеток со смелых экспериментов но естественно не внутри сша то есть чем нас будут кормить и чем для чего будут использовать такой подход никому не известно но поскольку одобрение одобрение получено то можно ожидать в ближайшее время развития таких технологий по блокаде вашего собственного генома как это контролировать каким способом проявлять совершенно неизвестно но одобрение говорит о том что эксперименты в том числе на люди в ближайшее время активно начнутся значит давайте примем звоночек да я вас слушаю задавайте свой вопрос алё здравствуйте вопроса есть до 1 вопрос касается работы мозга вот вы говорили что когда мозг не работает то есть человек не думает то способности интеллектуальные ухудшаются если человека слишком усердно думаю думаю то наверное его способности тоже ну не улучшаются вопрос следующий как сохранить баланс то есть и леность ума чтобы не было я все понял да перегрузки не был да я понял да отвечаю на ваш вопрос я в общем отвечал так или иначе но давайте я кратенько повторю о чем идет речь значит если не используется мозг делать в чем не в том что не используешь ты его хранишь но есть такие знаете я встречал таких народных мыслителей ну ну все относятся по-разному к таким знаете первородным сообразительщикам из глубинки которые вот они говорят ну вот я не думаю ни о чем я экономлю свои способности но это как профилактика алкоголизма методом приручения детей к алкоголю вот это был такие были такие люди профилактика есть плавание в ледяной воде давайте профилактировать также алкоголизм это приводило к катастрофам среди детей был были такие мамки были история известна то же самое примерно с мозгами давайте я не буду думать мозги будут экономиться не будут экономиться потому что во первых они по минимуму все равно будут работать вопреки вашим всем желаниям вы же должны есть пить ходить как-то ковырять в носу ну вот это значит все-таки работа будет а другое дело то что из-за того что функции будут минимальны те области мозга а я с вами говорил о том что существует так называемая масса капилляров которые молчат то есть и через них кровь не проходит там немножко проходит непосредственно плазма крови а эритроциты не проводят они расширяются только в момент обращения к этой области мозга а это значит что если вы не будете долго использовать то некономии никакой не будет она эти сосуды запустевают окклюзируется сжимаются и все и кровоток дальше не возникнет постепенно нарушается кровообращение и наступает отмирание нейронов невосстановимы с другой стороны щек очень интенсивно думает интенсивная работа мозга при очень интенсивной работе две недели обычно хватает чтобы выжать все соки из самого себя что показывает весь опыт человечества предыдущий поэтому значит должен отдыхать вход рубль выход 3 то есть вы работаете четыре часа значит должны 12 часов отдыхать так устроен наш мозг это заказной биологической организации теперь как достичь баланса то есть мозг 1 тезис работать должен обязательно и регуляр причем в разных областях поскольку у нас и двигательные и то есть двигательно-моторный там и сенсорные непосредственно моторной области и сенсорные там зрение слух обоняние осязание и так далее значит области огромные кроме этого ассоциативные то есть что было бы хорошо для гармонии для полной вы должны заниматься как интеллектуальным так и физическим трудом плюс решать задачи неразрешимые в обычной человеческой жизни не просто как выбрать из двух сортов тухлой колбасы ну вот очень поинтереснее то есть намного сложнее то что просто так не решается такое сочетание очень трудно достичь потому что наша повседневная жизнь направлена на то что минимизировать активность мозга и вся эволюция нашей цивилизации направлены для того чтобы превратить нас обратно в обезьян то есть минимизировать работу мозга и так сказать по биологическим законам увлекательно заниматься только тремя вещами размножением едой и доминантностью то есть выпендриваться перед друг перед другом вот эта катастрофа идя на поводу биологической эволюции мы скотиниваемся они поддерживаем человеческие традиции что вы собственно говоря видите обратитесь к литературе к всему остальному вы все поймете вот это действительно происходит любая любое биологическое начало в нас за спрятана за айпадами айфонами комфортом жизни и прочее прочее лишь бы мозг не работал об этом я говорил довольно много поэтому гармонично надо заниматься разными видами деятельностями переключаясь между ними и затрачивая реальные ресурсы не в качестве хобби развлечения для джентльменов а действительно затрачиваясь испытывая реальные эмоции тогда вы сохраните свой мозг как можно дольше других способов нет заставлять течь из него кровь тратить энергию закачивать а драгоценные глюкозу и использовать ее по прямому назначению чтобы эти нейроны работали они конечно будут сопротивляться и пытаться вас всю жизнь обмануть что они успешно и делают будьте добры создавайте свой вопрос здравствуйте скажите вот что можете сказать по поводу лурия вот его теории вы о чем имеете ввиду лурия о чем только не писал дело в том что я возможно неправильно понял и не особо но вы скажите что вы думаете и все мы попробуем разобраться области коры коры головного мозга они могут функционально менять свое предназначение нет это неправда он совершенно был неправ и в его время это уже было очень хорошо известно потому что любая травматизация мозга простите он не мог не знать об этом но вот поскольку опыт двух мировых войн показывает это повседневные травмы головы связаны с конкретными функциями говоря о том что это говоря о том что участок мозга может переключить свои функции это совершеннейшая ерунда потому что у нас поля как раз именно потому и поля имеют морфологическую структуру отличную от соседних потому что они выполняют специализированные функции и никак не получается переключение например коры если вы получили травму затылочной области поля зрительные выпадают и человек ничего не видит сожалению лури это фантазии да сейчас я вам объясню про коннектом да значит почему коннектом является такой же ерундой как зеркальные клетки которым я посвятил целую передачу рассказывая про этого мазурика из италии значит коннектом это такой же точно мазурик только китайского происхождения в сша значит не буду рекламировать это безобразие смысл такой он говорит что значит главное в мозге это связи но о чем вы подумайте здравом здравому уму если у нас разница между полями по количеству нейронов в три-четыре раза как коннектом может быть стабилен у разных людей значит разные коннектом а что пишет это добрый натурализовавшийся сша и китайцы он пишет очень простую вещь разница между мужским и женским мозгом статистически достоверно вдумайтесь какое жульничество эндувальцев вранье в глаза составляет 10-15 максимум 20 процентов но парень зарвал заврался до предела не знает даже о чем говорит то есть они видят с помощью приборов связи между нейронами но они их не могут не отличить от соседних полей то есть они знают каким полям они принадлежат там уж границы установить разрешение все не позволяет и вот дальше начинается вот это все несут всякую поргу буквально потому что полностью не ведуя индивидуальных изменчивостях они выводят закономерности которые в десятки раз меньше чем индивидуальная изменчивость людей то есть вот такая нелепость то есть это очередная панама красивые слова коннектом зеркальные клетки ни того ни другого нет никакого роли никакой не физиологического значения не индивидуально это не играет поскольку они не знают откуда какие связи куда идут поэтому вот эти все сказки сказительницы и сказительники типа лурии они значит соответственно получаются со временем соответствующую оценку сожалению это мистификации очень большие я вас слушаю задавайте свой вопрос алла пожалуйста по поводу много разговоров по поводу геологической добавки вы знаете по к своему позору я ничего не могу сказать насчет добавки не знаю что это такое к сожалению нет работу ну это вы знаете даже вода регулирует работу мозга вот чай китайский пью черный он знаете как здорово регулирует то есть это лучше добавки не использовать объясню бывают такие ситуации когда эти добавки действительно проникают в организм однажды у меня была такая ситуация не застольная значит когда меня пригласили я не врач не патологоанатом я биолог по образовая никого отношения к этому не имею но таскать кое-какие особенности метаболизма нашего тела знаю особенно когда она умирает вот однажды я собственными глазами видел такую картину когда молодой человек 36 лет лежал на патоломическом столе и был непонятно почему на разрезе его яички ярко-зеленого цвета возникает вопрос а как они позеленели зелененькие такие вот было сразу же родилось предположение что надо посмотреть головной мозг и в мозге тот самый любимый всеми западными людьми гиппокамп тоже казался зеленоватым в чем дело то оказалось что вот он как раз использовал биологические добавки которые недавно распространялись исторической родины значит соответственно из израиля поставляли страну и распространяли здесь медь содержащие добавка до добавка он их продавал продавал сам ел сам ел медь проникает протаскивается до прекрасная добавка прекрасно но если очень много этой добавки потреблять то накапливается медь там как алюминий там гиппокампе например или вот в другом органе яичках мужских ничего хорошего из этого не получилось я не говорю то что они там оторвались упали разбили ему ногу нет речь не об этом идет речь о том что он умер просто от того что у него в организме было очень много меди который он сам туда ввел это болезни медных рудников это неизвестны там профилактируют их всячески то есть накопление меди снижает эластичность сосудов и так далее тому подобно приводит к смерти то есть поэтому надо быть крайне осторожны особенно с биодобавками они могут действительно протаскивать в организм всякую дрянь в диких количествах но поскольку это чистый бизнес будьте осторожны лучше чем покупать тебя добавки вычислите цену биодобавки и купить чем хорошего икры прикиньте потому что вы же покупаете чипсы по цене там балыков благородных рыб считаете это нормальным картошка по цене там чуть не по цене икры лучше наверное как-то сориентироваться на другое и поменьше углеводов вводить в организм так у нас с вами есть еще возможность принять звоночек да я вас слушаю задавайте свое свой вопрос да есть кто-нибудь с той стороны да 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 здравствуйте нет ничего не слышал а ученых с такими фамилиями я ничего не знаю в своей области так что извините вы спросите специалист и называем их себя исследователями очень много людей особенно по некоторым каналам телевидения советую на здесь к этому крайне осторожно да я вас слушаю задавайте свой вопрос вот . возврата если человек находился в обществе обезьян помалывали какой период времени такой критический да значит этого очень много таких материалов тьма тьмущая намного больше которые значит известно популярный киплинг просто рассказал об одном дело то что в индии а девочек не любят даже к ним надо платить при данные прочее прочее поэтому частенько вместо того чтобы убивать их ну как-то жалко их выбрасывали просто в джунгли они там иногда выживали возвращались статистика на самом деле огромная и смысл какой это всей статистике если ребенок впадает в 3 4 5 лет и проживает там в джунглях выживает на протяжении не меньше четырех пяти лет то обычно возврат в нормальном состоянии уже невозможен они обычно если возвращаются их ловит находят они ведут полуживотный образ жизни и все усилия психологов социологов и прочих олахов значит они ни к чему не приводит поэтому критично вот эти ранний возраст когда ребенок запоминает те самые социальные инстинкты о которых я пишу в книжке там церебральный сортинг в этот момент формируется основа социального поведения на этом мы заканчиваем передачу и переходим к новостям